В городе объявлен режим повышенной готовности. Существует до 41 лет, я не видел этого города сильного. За моей спиной администрация и центральная площадь города Буйнакска. Уже сейчас люди пришли в себя, вышли на улицы и проводят свой досуг. Но несколько часов назад на город обрушился буквально ледяной дождь. И такого не припомнит ни один житель города Буйнакска. Обрушившемуся граду на первую столицу республики были удивлены буквально все. Соцсети мигом заполонили ужасающие кадры. Люди пытались спасти себя и свои авто любым способом. Когда град только начинался, мы были одессы. Здесь такой был красный зонт, мы все под ним спрятались. Потом же этот зонт не выдерживал град, и он же там дырки начались, по голове бил. Потом спрятались вон там внутри, и потом там были и забежали вот туда. Пока кто-то пытался спастись от града под зонтом, автомобилисты спешили под любой более-менее подходящий козырек. Ну а это тот самый автомобиль с кадров любительской видеосъемки. Водитель пытался спасти машину от града, но попал в аварию. Теперь ему придется потратить еще больше на восстановление железного коня. По рассказам очевидцев, на местных заправках буквально не было свободного метра. Пытались вместить как можно больше машин под навес и боксы автомоек. Машину когда пытался спасти? Я свою, короче, под навес поставил, пока на работу добегу. Даже рикошет, там то, что попало сюда, смотри. Настолько опасно. Не, конкретно не. А как сюда, наверное, спешили, да, там пытались? Полная была. Даже на мойке машины до конца даже вот так пройти загнали, как задница осталась на улице до задней стороны. Ну хоть что-то получилось спасти, да? Да. Но спрятаться от разгула стихии удалось не всем автомобилистам. И теперь в Буйнакске авторихтовщик самая востребованная профессия. Уже, да, звонил заранее там человеку, и уже, говорю, очередь забей мне. Очень много людей, особенно с Ростикой, сейчас сначала с ними надо вопрос решить. Потом я тебе скажу, когда свободно будет. Под ударом града размером с куриное яйцо не устояли даже кровли домов. Дождь пропитал этот, и это все, это сыпаться начало, все то, что там есть. Власти обещают, что без поддержки люди не останутся. В администрации города было проведено экстренное совещание с участием сотрудников главного управления МЧС по республике. Открыта горячая линия по вопросам получения компенсации полученного ущерба. Информации о пострадавших людях не поступало с органов здравоохранения, но зато есть причиненный значительный ущерб. Мы сегодня же создаем 15 групп, которые будут делать по квартирные обходы. Те люди, которые получат эту информацию, но которых не посетили эти группы, они могут обращаться в администрацию, подать письменное заявление. После этого сразу же будет к ним направлена комиссия, которая будет актировать нанесенный ущерб. Пока комиссия оценивает ущерб, а жители города стоят в очередях к автомастерам, МЧС предупреждает о вновь приближающихся осадках в нашем регионе. Остается надеяться лишь на то, что в этот раз удар стихии будет не такой сильный. Карим Гамаев, Саид Шагидов, Новости ННТ, Буйнакск. Редактор субтитров А.Семкин